Коллеги, всем добрый день. Давайте проверим, хорошо ли нас видно и слышно. Пожалуйста, напишите в чат. Проверим, как у нас с вами связи. Отлично, тогда предлагаю начинать. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Проведу его я, Мусихина Мария, менеджер по работе с клиентами в компании Axelot. И мой коллега, ведущий консультант ВМС Бочков Денис. Всем добрый день. На наш вебинар мы сегодня попросим вас уделить 45 минут вашего внимания и времени. Ориентировочно 10 из них мы посвятим ответом на ваши вопросы. Так как подключилось на сегодня достаточно много, я думаю, что 10 минут будет недостаточно, но вы в любом случае пишите свои вопросы в чат, и мы, безусловно, ответим на них отдельно уже после вебинара. Мы отметили, что очень часто в последнее время обращаются для автоматизации своих бизнес-процессов именно производственные предприятия, поэтому тема нашего сегодняшнего вебинара – это Axelot WMS X5 как эффективный инструмент развития производственных предприятий. Очевидно, что обращаясь к нам, такими компаниями движут, безусловно, понимание экономической эффективности от внедрения нашей системы в контур своих программных продуктов. Безусловно, для компаний, которые производят свой собственный товар, это крайне важно, тем более в условиях текущей реальной на рынке. С одной стороны, такими компаниями движет внедрение, необходимость внедрения системы WMS, обусловленная четким требованием к учету товара на складе. С другой стороны, компании, обращаясь к нам, понимают и расценивают внедрение нашей системы как инструмент эффективного развития конкурентоспособности и в целом развития своей компании. А все потому, что, напомню, наша компания Axelot является лидером на рынке WMS в России и занимает львиную долю рынка в России в целом до 30%, и, как показывает практика, это далеко не предел. И большой успешный опыт работы в данном сегменте позволил нам определить ряд характерных особенностей автоматизации складов при производстве. Как правило, это могут быть абсолютно разные склады, абсолютно разных площадей, как крупных, так и небольших и невысоких помещений, в которых установка стеллажных конструкций невозможна. Зачастую в этом нет необходимости. Если сравнивать по количеству номенклатурных позиций с теми же складами торговых предприятий, то это может быть количество гораздо меньшее. Поэтому WMS, которая внедряется на складах при производстве, должна обязательно поддерживать нюансы штабного напольного хранения. Наша система Axelot WMS X5 поддерживает адресное хранение с учетом нужного размера напольной ячейки, а также учитывает нюансы инвентаризации применительно к штабельному хранению. Еще одной специфической особенностью автоматизации складов при производстве является работа с сырьем. Здесь подразумевается специфический учет приемки с участием службы контроля, а также специфический процесс отгрузки в производство без четкой фасовки. Для этого в нашей системе предусмотрена работа с дробными единицами. Также работа с сырьем подразумевает работу с поставщиком, который в нашей системе также можно учитывать. Что касается складов готовой продукции, то в части маркировки они не зависят от поставщика, то есть склад сам определяет, каким типом штрих-кода, какой этикеткой, с какой информацией вести учет на складе. Для сектора B2B характерно позаказанное производство, которое также предъявляет требования к системе WMS, и, соответственно, наша система также удовлетворяет данные требования. Наша, подскажи, пожалуйста, дружит ли наша система с остальными производственными программными продуктами? Да, как раз производственные предприятия до сих пор зачастую, в первую очередь, модернизируют непосредственно именно свои производственные процессы. Однако, согласись, что инвестировать в глобальную систему MES производственную, но при этом вести учет товара на складе по бухгалтерским книгам, это достаточно парадоксально. Поэтому, обращаясь к понятию уровня автоматизации, который представлен на слайде схематично, мы понимаем, что для того, чтобы достичь единого прозрачного логистического процесса и эффективно им управлять, необходимо в комплексе автоматизировать все бизнес-процессы компании. И, как правило, ты же обратил внимание, что достаточно часто в последнее время клиенты обращаются именно с запросами на автоматизацию WMS и MES-систем, которые также реализованы, интеграции с которыми также реализованы в нашей системе. Обращаясь также к моим последним наблюдениям из работы с клиентами, отметила, что очень часто клиенты обращают внимание на такой критерий выбора системы, как отечественный разработчик ПО. Действительно, мы с вами знаем, что текущая ситуация на рынке, связанная с импортозамещением, а именно хотелось бы обратить внимание на указ президента РФ по технической безопасности программного обеспечения РФ. И в связи с этим указом критерий отечественного разработчика будет важен не только для тех, кто сейчас стоит на этапе выбора, но и с 2025 года он коснется всех, так как вступит в силу указ о запрете на использование иностранного ПО. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что наша система – это полностью российская разработка, которая выполнена и поддерживается нашими сотрудниками. Недавно также ко мне обратился клиент, который был наслышан о нашем комплексном подходе в части решения задач клиента в сфере логистики в целом. Действительно, комплексность – это наш один из основных принципов работы. И для достижения решения всех вопросов клиентов в части логистики мы разработали логистическую платформу Axelot SCM. Ее решения представлены на слайде. Если поблочено, то это решение для автоматизации складской, транспортной логистики, для управления портовым и контейнерным терминалом и системы для распределенного управления заказанной логистической цепи. И в части импортозамещения здесь хотелось бы отметить наши решения. Они выделены на слайде для удобства красным. Это решение Axelot VCS для управления технологическими процессами с использованием роботизированного оборудования. А также решение Axelot VMS E5, которое предназначено также для управления, для автоматизации складскими процессами на предприятиях с преимущественно роботизированной техникой, которая также включает в себя решение Axelot VCS. Но если говорить о всех решениях платформы, то они выполнены на платформе 1С, а решение VMS E5 выполнено на платформе Netcore. Таким образом мы закрываем не только все потребности наших клиентов, но и адаптируемся под текущие реалии на рынке. Для более подробного рассмотрения нюансов автоматизации производственных складов Денис, передаю слово тебе. И давай начнем с того, какие склады могут относиться к производственным складам. Да, спасибо большое. К складам при производстве можно отнести те склады и помещения, которые так или иначе соприкасаются с производством, участвуют в процессах, входящих в производственный цикл. Таким могут быть склады. Склад сырья, в которых хранятся сырьевые материалы, обгружаемые в производственные цеха, чтобы из них что-то приготовили. Помещения непосредственно при производстве, это от кладовых до каких-то закутков производственных машин, то есть все те места, где сотрудники производства складывают сырье или готовую продукцию. Сюда же можно включить какие-то транзитные зоны, буферные места, где хранится промежуточное звено, какие-то полуфабрикаты. Также можно отнести сюда склады готовой продукции, собственно, то, куда на хранение размещается результат производства, полученный товар. И можно также отдельно вынести склады МТО, в которых хранятся какие-то материалы, запчасти, одежда, ГСМ и прочие предметы, используемые абсолютно на разных участках производственного цикла в разное время. А подскажи, пожалуйста, вот возможно ли в одной системе автоматизировать склады, в том числе разного типа, которые ты перечислил, и влияет ли как-то территориальное расположение их друг относительно друга? Ну да, вообще, конечно, это всегда возможно. Например, автоматизировать в одной системе не просто склад сырья и склад готовой продукции, но элементарно несколько складов одного предприятия, которое, допустим, находится физически в разных местах, на каком-то расстоянии, и иногда, самое главное, имеют разные материально ответственные лица. Такое объединение позволяет значительно сэкономить, упростить выполнение контроля и анализа товара движения на всех этих складах. Вот. Чуть попозже мы поговорим, какие есть у нас возможности для автоматизации нескольких складов одновременно. Но сейчас сначала хотела выделить то, что для каждой хозяйки складов, которые попадают в контур ВМС, можно выделить какие-то свои процессы, характерные только для него, и в целом процессы общие для всех складов. Да, как раз предлагаю остановиться на процессах, характерных именно для складов при производстве. Да. Глобально эти процессы можно разделить на внутренние и внешние. Внешние – это условно перемещение товара между складом и внешними партнерами, допустим, это клиенты либо поставщики, а внутренние – это перемещение товара между складом и производством и какие-то внутрискладские перемещения. Каждое из этих перемещений, в свою очередь, может быть и плановое, и внеплановое. Сейчас. Включу. К примеру, для входящего потока, то есть для поступления товара на склад можно выделить общие какие-то типы поступлений. Допустим, поступление товара от поставщика и поступление товара из производства под заказ. Эти два типа могут быть плановыми поступлениями товара на склад. Допустим, возврат продукции от клиента, либо возврат сырья из производства – эти два разновидности поступлений уже могут заполняться без планов. И, наконец, поступление товара из производства в целом Оно бывает как плановым, так и внеплановым в зависимости от типа производства, интенсивности и гибкости планирования производства. То есть на данном этапе в целом можно спланировать и часть обмена данными между системами, документы, которые будут использоваться в каждой системе при обработке этих процессов и определить схему этих бизнес-процессов, что за чем идет. Причем хочу заметить, что в MSX5 у нас есть несколько вариаций работы с этими процессами, то есть обработки процессов поступлений. Первое – это классическая приемка, когда на складе выполняется полный пересчет товарного состава поступивших, так скажем, носителей. Это могут быть и поддоны, и какие-то контейнера с указанием необходимых параметров. Качество товара, его количество, дата производства, может быть номер партии и так далее. Следующая вариация – это доверительная приемка, когда информация о товарном составе каждого из поступающих на склад товароносителя, тот же самый поддон, либо контейнер, заранее попадает в систему в MS с помощью механизмов обмена, что позволяет при выполнении непосредственной приемки лишь отсканировать штрих-код этого носителя, и в системе автоматически подтверждается информация о товарном составе на этом носителе, то есть остатки приходятся в систему. Ну и третья вариация – это приемка под заказ, когда принимаемый товар, например, из производства подлежит дальнейшей отгрузке по уже какому-то определенному заказу. Информация о заказе может быть внесена в документ поступления заранее, иногда может быть и внесена в момент выполнения приемки, тем самым по завершению приемки принимаемый товар автоматически резервируется за заказом на отгрузку и уже выполняется его дальнейшая обработка по заказу. Все эти вариации доступны к использованию в MS X5, для этого нужно выполнить параметрические настройки системы, наладить обмен в соответствии с требуемыми схемами. И для поступления, кстати, можно выделить приемку готовой продукции из какого-то аутсорсинга, к примеру, когда товар производится сторонними производителями, либо в цехах, сильно удаленных на складах. В этом случае, в зависимости уже от процессов, этот тип поступления можно отнести к одному из вышеперечисленных. Говоря про исходящий поток, то есть про отгрузку. Схематично отгрузку можно разделить также. Отгрузка сырья в производство, возврат готовой продукции в производство, это такие внутренние перемещения. Отгрузка готовой продукции клиенту и возврат сырья поставщику, это аналоги внешних перемещений, именно в исходящем потоке. То есть определяя для себя, к какому из типов отгрузки, либо, как ранее сказали, к типу поступления, относится вид перемещения товара со склада, можно заранее выделить необходимые схемы обмена данными, определиться с требуемыми параметрическими настройками системы. Здесь, говоря про отгрузку, также существует несколько вариаций в системе WMS X5 для их обработки. К примеру, классическая отгрузка, когда требуемый товар находится на остатках, система подбирает его в соответствии с теми параметрами, выставленными в заказе на отгрузку, создает задачи на отбор и сотрудник выполняет сборку этого товара. Далее собранный товар перемещается либо в зону отгрузки, либо в какую-то зону хранения готовых заказов и непосредственно в момент перемещения товара на производство, либо помещения товара в транспортное средство, выполняется задача на отгрузку, подтверждающая списание товара с остатков. Есть также другая вариация, часто используемая на складах при производстве, это автоматическая отгрузка, когда товар также планируется под отбор, собирается под заказ, но после того, как он был собран, автоматически списывается. Зачастую это используется как раз-таки при отгрузке в производство, допустим, сырья, когда сотрудникам достаточно собрать нужный товар, положить его вместо перемещения товара, передачи товара в производство, и товар автоматически списывается с остатков, что упрощает исключение выполнения лишних действий на терминале сбора данных в системе. И третий способ это свободная отгрузка, зачастую используемая как раз-таки либо на маленьких складах помещениях, материально-технических ресурсов каких-то, либо в собственных магазинах, которые находятся при производстве непосредственно для выдачи готовой продукции сотрудникам, либо используются непосредственно при засыпке, допустим, сырья в машине на самом производстве. Свободная отгрузка подразумевает, что нет никакого плана отгрузки, который бы заранее появлялся в системе, формировался, и отгрузка выполняется просто по факту перемещения товара в конечное местоположение. Здесь также можно выделить отгрузку, скажем, сырья клиенту, когда со склада сырье отгружается не в производство, а в какому-то клиенту, либо своим филиалам. В этом случае тоже в зависимости от процессов этот тип отгрузки можно отнести к одному из ранее озвученных. И здесь же упоминаю приемку под заказ, вот мы говорили, можно отдельно коснуться и контрактного производства. Когда в компании производят товар для владельцев разных брендов, это может быть по сути один и тот же товар, но на выходе из производства мы получаем тот или иной бренд. В данном случае настройки системы стандартны, для каждого бренда используется отдельная номенклатура и, следовательно, отдельные запасы, правила учета и прочее. Бывают случаи, когда производство выпускает универсальный товар, заказываемый сразу несколькими клиентами, и в учетной системе компании для товара используется одна номенклатура. Причем у товара для разных клиентов могут быть какие-то либо отличия. Отличия. Приведу один недавний пример на производстве майонеза в дойпаках. Это такие мягкие упаковки с крышечками. Для одного клиента на последних шагах производства майонез упаковывается вот в эти дойпаки с крышкой в углу, а для другого клиента с крышкой посередине наверху. И для информационной системы, которая используется на производстве, либо для учетной системы самой фирмы, компании, это один и тот же товар. То есть они выполняют свой план, выпускают майонез в определенном объеме, но один клиент требует крышку посередине, другой клиент требует крышку сбоку. И это уже проблема склада. То есть здесь уже складу нужно понять, как она будет учитывать этот майонез. В MSX5 есть несколько способов для работы с такими кейсами. Либо использовать, допустим, характеристики, либо использовать владелец товара. Причем, если мы говорим, что на товаре, а пленка у них может быть одинаковая, ну, в смысле упаковка, используется одинаковый штрих-код, то MSX5 позволит при сканировании этого штрих-кода при выполнении операции, там, на приемке, отборе, выбирать непосредственно на терминале, про какой товар идет речь. С крышкой по центру или с крышкой в углу. То есть готовые способы реализации таких процессов тоже есть, и подобрать и применить их легко, конечно, определив дополнительные разные нюансы, способы введения нормативно-справочной информации на стороне других инвентационных систем, схемы обмена данными. Если же говорить про прием к подзаказу, как отдельный случай, а не контрактное производство, то тут все ограничивается непосредственно определением заказа на отгрузку, для которого принимается товар. Что это значит? Принятый товар должен сразу считаться зарезервированным за заказом на отгрузку, не размещаться на хранение, и идти дальше согласно этапам обработки исходящего потока. Ну, так скажем, некий кроссдокинг при приемке из производства. В MSX 5 есть также инструмент для реализации работы с такими процессами, либо на терминале сбора данных непосредственно при выполнении приемки товара указывается заказ на отгрузку, либо в строках документа при загрузке этого документа поступления из какой-то информационной системы, либо из корпоративной информационной системы, либо информационной системы производственных линий. Ну, и также бывает, что принимаемый товар настолько сильно оборачиваемый, что не успевает размещаться в хранении. Для этого нужно реализовать прямой отбор товара из зоны приемки. Это можно сделать несколькими способами. Например, принимается товар, остается в зоне приемки, задачи на размещение создаются непосредственно либо в момент, когда водитель погрузчика подъезжает к товару и сканирует его, либо в определенный час дня, допустим, уже после того, как все заказы на грузку были собраны. Это позволяет минимизировать лишние движения товара по складу, минимизировать затраты на водителей погрузчиков, на ресурсы, на исполнителей. И для чего нужно создавать задачу на размещение именно после выполнения сборки всех остальных заказов, то есть на свободный подобный, чтобы план расход лишний в системе не мешал отбору товара, но это уже непосредственно системный нюанс. Теперь предлагаю поговорить про особенности учета товара на складах предпроизводства. Первой особенностью, я думаю, можно выделить необходимость учета товара по датам производства и срокам годности. В Exiloto MSX 5 помимо количества и качества у нас реализована возможность работать с товаром в таких разрезах, как характеристики, владельцы, серийные номера, дата производства, дата срока годности, дополнительные партийные атрибуты. В работе на складах предпроизводства важными разрезами учета зачастую являются даты производства, бывает какой-то номер партии. И в MSX 5 все эти параметры у нас записываются и хранятся в специальном справочнике партии, в разрезе которого учитывается товар на остатках. Каждая единица товара на остатках соответствует определенной партии, то есть в любой момент времени. Партия может быть создана в системе как в момент приемки товара, так и при инвентаризации товара, либо загружена из информационной системы сторонней и позднее уже назначена товару при приходовании его на остатки. Причем если партия создается в момент приемки товара, не обязательно регистрировать обе даты, допустим, дату производства и дату срока годности. Достаточно ввести одну дату, например, указанную на самом товар непосредственно, и вторая будет рассчитана автоматически, исходя из информации о сроке хранения товара в самом справочнике номенклатуры справочных товаров. Таким образом, система знает сроки годности. Каждая единица товара на остатках, соответственно, знает и процент остаточного срока годности. Вот здесь как раз на скриншотах приведены скринные партии, то есть это справочные партии, которые назначаются каждой единиц товара на остатках. Все эти данные позволяют контролировать правила смешиваемости товара с разными сроками годности, кстати, и также контролировать FIFO и LEFO при планировании и выполнении отбора, учитывая требования склада и клиентов к остаточным срокам годности при приемке и отгрузке. Упоминаем FIFO и LEFO. Система у нас также может контролировать и FIFO, first in, first out, last in, first out, при планировании отбора, но для этих целей могут быть использованы не только атрибуты партии, но в целом информация о движении товара, то есть записи в регистрах, порядок перемещения в ячейку товара и прочее. Следующей особенностью учета товара на складах при производстве можно выделить требования на запрет на пересечение товара разных складов. Вот ранее мы упоминали, что в одной системе, в одной базе Axelot MSX 5 можно автоматизировать сразу несколько складов для этой реализации. Как раз-таки для каждого склада в системе заводится отдельная родительская зона, в намках которой выполняется товародвижение. Разграничение обработки документов на каждом из складов реализуется с помощью так называемых типов документов. Анализ остатка с помощью настраиваемых отчетов. И если говорить про пересечение задач, выполняемых на терминалах сбора данных на каждом из складов, то это ограничивается такими настройками, называемыми очереди задач. То есть пользователи по умолчанию на каждом из складов смогут работать только со своими документами, видеть остатки только своего склада и получать к выполнению на терминале сбора данных только те задачи, которые выполняются на их складах. И вот для кого-то усложнить эту задачу может процесс внутреннего перемещения товара между складами. То есть с одного склада на другой, когда эти перемещения выполняются без документов отгрузки либо документ в приемке, а по инициативе самих сотрудников склада. Для нас в MSX-5 в принципе нет ничего невозможного. По умолчанию перемещение товара между складами разрешается автоматически. Причем можно сделать так, что по выполнению этих перемещений из ВМС в стороннюю систему, используемую на производстве, либо учебную систему компании, будет выгружаться сообщение о том, что было выполнено такое перемещение с целью актуализации балансов на остатках в их системах. Но по желанию такое перемещение можно ограничить. Например, чтобы товар с одного склада не могли разместить в ячейках другого. Реализуется это требование настройками совместимости, которые позволяют точно настроить правила для каждой зоны. Какой товар разрешается перемещать в ячейки текущей зоны, а какой не разрешается. Настройки совместимости в целом определяют правила смешения товара в ячейках, как в рамках одного склада, так и в рамках нескольких. Собственно, помимо запрета на пересечении товара разных складов, очень частый пример использования настроек совместимости – это для предотвращения перемещения товара в те зоны, где ему в целом не место. Например, на складах с морозильными камерами и камерами охлаждения. Когда сотрудник на терминале сбора данных случайно, либо специально пытается переместить, допустим, в кулер тот товар, который должен лежать в заморозке, и при правильных настройках совместимости система не позволит ему этого сделать. Еще одной особенностью учета товара на складах при производстве можно выделить требования использования разных видов упаковки для одного товара. Речь идет про групповые упаковки, когда есть у нас один и тот же товар, но в зависимости от требований от клиентов для него применяются разные упаковки. Это могут быть упаковки с разными коэффициентами вложенности, а могут быть и упаковки с одинаковым коэффициентом вложенности, но, например, отличающиеся своим видом, либо типом упаковки. Такие требования обычно выставляются как раз-таки клиентами конечными и регламентируются их какими-то собственными нуждами. Самый частый пример – это молочная продукция, например, сметана, которая для одного клиента упаковывается в лотки по 8 штук, а для другого – в лотки по 12 штук. Для автоматизации процессов с такими требованиями мы рекомендуем использовать конфигурацию упаковок, потому что одно дело, когда это разные номенклатурные позиции, тут как бы все просто. Есть у тебя номенклатура по 8 штук в лотке и по 12 штук в лотке. Это все окей, это все легко. Но другой случай, когда это одна и та же номенклатура, для которой используются разные упаковки. При использовании конфигурации упаковок – это функционал, позволяющий разделять разные упаковки одного и того же товара в группы, называемые конфигурацией. Система будет в дальнейшем отслеживать товар, с какой конфигурации был принят на склад, находится в хранении в тех или иных ячейках и требуется собрать по активным заказам на отгрузку. Рекомендуется также в таких случаях для каждого вида упаковки использовать ей отдельный штрих-код, плюс указывать в заказах на отгрузку, какую упаковку необходимо собрать, чтобы понимать, какую конфигурацию упаковок используют при поиске товара на остатках. Но бывают и случаи, когда и штрих-коды одинаковые, тут позволяет выйти из положения функционал использования неуникальных штрих-кодов. И бывают случаи, когда из корпоративной системы либо другой информационной системы загружается информация о заказах на отгрузку и количество там указывается в базовых единицах. Но у конкретных клиентов есть требования именно к упаковке, у кого-то там нет. В этом случае можно, допустим, реализовать этот процесс использованием, так называемых, видов упаковок. Для контрагента назначается тот вид упаковки, который для него приоритетен, и каждую упаковку, используемую для товара, определяется этот вид, что позволяет при поиске как раз-таки искать нужные упаковки с нужным видом. И одним из нечастых, но немаловажных требований заказчика к внедрению ВМС на складах производства как раз является сквозное отслеживание партий. То есть система должна знать, какие партии сырья были загружены в производственный цех, в производственную машину в тот или иной момент, какие партии сырья были использованы при производстве партий готовой продукции. Это требование в целом понятное, оно позволяет в случае чего заблокировать партии сырья, которые участвовали в производстве готовой продукции, если они еще на остатках есть, либо заблокировать готовую продукцию, в которой использовалось то или иное сырье, выставить какие-то рекламации поставщику сырья и прочее. Для реализации таких задач необходимо первое – это правильно настроить порядок отгрузки сырья в производство и порядок непосредственной загрузки сырья в производственные машины либо на сборочный конвейер, допустим. И второе – настроить корректный обмен между ВМС и информационной системой, используемой на производстве. Сценариев выполнения этих процессов много, они зависят от специфики производственного предприятия, но у них также много общего. Например, если мы говорим о производстве, допустим, пластиковой тары, то ВМС должна не только передавать информацию о том, какие, допустим, партии пластикаты или красителя были отгружены в производственные цеха, но и также, которые из них были засыпаны в те или иные машины, то есть в конкретные машины. Для этого необходимо, здесь вот скриншот просто отчета «Планфакт» с приведением информации о том, какие партии были отгружены по заказу. Для этого необходимо, чтобы после отгрузки сырья в производство товар автоматически, либо каким-то другим способом, все еще оставался на остатках ВМС для последующего отслеживания его движений до производственной машины. Тут можно использовать несколько, так скажем, циклов отгрузки. Первый цикл – сборка сырья на складах по общему заказу производственного цеха и его дальнейшая передача в цех. Сырье списывается с остатков складов, но появляется на остатках производственных помещений. Как оно там появляется, это отдельный вопрос. Это может быть автоматическое появление на остатках, либо построчная приемка на производство прибывшего сырья. Процессы могут быть разные. Главное, товар должен появиться на остатках в разрезе тех же партий, с которыми он был отгружен ранее в само производство. Следующий цикл – отдельный сотрудник. По мере необходимости засыпает сырье, допустим, в машину. При правильном раскладе он должен фиксировать в системе, что он засыпал и куда он засыпал. То есть на терминале сбора данных ему необходимо отсканировать стрих-код товара и стрих-код, например, производственной машины. Товар перемещается из ячейки хранения в ячейку машины, списывается, а информация о перемещении передается из УМС в информационную систему производства. Для выгрузки сообщений из УМС необходимо настроить соответствующие параметрические настройки. Называются они подписки на события. Они позволяют автоматизировать создание либо выполнение определенных процедур в системе по возникновению какого-то события. Например, здесь на скриншоте приведен случай, когда у нас выполнено перемещение. Очередь задач для выполнения здесь не указана. Статус перемещения выполнен и тип отгрузки-загрузка в машину. То есть после возникновения такого события система выполняет обработчик, там внизу на скриншоте заметно выгрузка факта отгрузки. То есть уже в зависимости от того, какое перемещение было выполнено, выполняется выгрузка информационного сообщения. На следующем скриншоте приведено аналогичное настройки подписки на события, но для перемещения самого товара. То есть непосредственно товар без его носителя. Тут говорится о том, что если, грубо говоря, было выполнено перемещение, загрузка сырья в производственную машину, номер машины S1, то нужно выгрузить сообщение в информационную систему производственного предприятия. После выгрузки информации о том, какое сырье, с каким партией было загружено в машину, в информационной системе производственного предприятия, допустим, создается уже партия выпускаемой готовой продукции, в которой фиксируется партия используемого сырья. Эта серия либо партия производственная загружается в МС в виде партии и используется как разрез учета выпускаемой готовой продукции, выпускаемой товар. В таком сценарии возможны, кстати, случаи, когда сырье, например, остается неиспользованным в производственной машине, его нужно либо вытащить из производственной машины, посадить обратно на остатки, либо как-то все-таки учесть в дальнейшем для планирования производства на следующую смену, либо на следующий день. Процессы разные, нюансы подобные могут быть, но все они в целом решаемы. Другой сценарий – это, допустим, сборка комплектующих на конвейер, например, на производстве какого-то оборудования либо машин, со складов комплектующих, собирается сырье, собираются комплектующие, специальные тележки. Эти тележки учитываются в МС как места хранения, как товароноситель с индивидуальными номерами. Далее тележки отгружаются со склада сырья, в складе производства появляются на остатках, тележки подвозят к конвейерам, и если есть привязка тележки к конвейеру, то остается лишь списать нужное количество комплектующих со статус системы при выпуске продукции. Если привязки нет, то необходимо также зафиксировать, какая тележка была использована для какого конвейера при сборке готовой продукции. Команду на списание комплектующих может давать вот здесь уже и информационная система при выпуске готовой продукции, либо можно осуществлять списание непосредственно в МС. Впрочем, кстати говоря, на некоторых конвейерах небольших можно полностью использовать стопроцентно в МС-X5. У нас есть механизм работы с комплектами, то есть для сборки, если для сборки какого-то товара достаточно несколько комплектующих собрать вместе, то в МС-X5 вполне справляется с этим самостоятельно. Таким образом, процессы могут быть разные, требования и возможности их реализации тоже могут быть разными, и особенности учета товаров на складах варьируются в целом хорошо. Как уже говорилось, для реализации всех этих задач играет правильно построенная схема обмена. Это и соответствие документов, и определение порядка выгрузки и загрузки сообщений, структура сообщений. В работе с КСОТ ВМС у нас уже есть готовый протокол обмена данными с готовыми интеграционными обработчиками, которые легко применяются в контуре ВМС, сервисно-шлины данных Детариона. Вот здесь на скриншоте у нас как раз-таки скриншот интерфейса с приведенным телом сообщений, которое выгружается из ВМС в корпоративную систему. Допустим, здесь вот тело сообщений, здесь как раз-таки обмениваемся информацией о том, какой поддон был отгружен, и товарный состав на каждом поддоне. То есть в массиве данных сразу передается и разрез товара, то есть в массиве данных передается информация об отгруженном товаре в разрезе поддонов и в разрезе количества и качества партии. То есть настройка обмена – очень важный шаг при автоматизации складов на производстве. Да, как раз сейчас на слайде приведен логотип нашего партнера, с которым мы сотрудничаем в части интеграции системы между собой, это компания Датарион. И давай остановимся как раз-таки на вопросе интеграции. Есть ли здесь какие-то нюансы именно применительно к складам при производстве? Да, есть и нюансы, и в целом стандартная схема использования интеграции. Про стандартную схему уже упоминали. Она у нас применима на любом проекте, где используется связка ВМС Датарион. Говоря о нюансах, в особенности интеграции можно в первую очередь выделить выгрузку фактов перемещений. Это те перемещения, которые выполняются не по определенным заказам из корпоративной системы, допустим, а инициируются непосредственно сотрудниками склада, выполняются в первую очередь сначала ВМС, и результаты этих перемещений выгружаются в корпоративную систему или другую информационную систему. Тут все просто. ВМС контролирует, что, откуда и куда переместили, в какой момент. Если такое перемещение подходит под параметры специальных настроек подписок на события, допустим, то ВМС выгружает информацию в корпоративную систему. Если перемещение не подходит под параметры выгрузки, то не выгружает. Здесь все легко. В дальнейшем уже после выгрузки сообщений в информационной системе создается либо какой-то документ, который у них используется, либо актуализируются остатки, балансы. Также можно выделить и выгрузку результатов поступлений и отгрузок как раз-таки в разрезе, не просто в разрезе товар-количество, а в разрезе носитель, товар, количество, качество партии. Это позволяет использовать в части поступлений и доверительную приемку, когда, допустим, из производства выгружается такое сообщение. На складе при приемке готовой продукции можно достаточно сканировать стрекод поддона либо носителя какого-то другого. Плюс на некоторых производственных предприятиях носители играют очень важную роль, особенно если мы говорим про конвейеры. Если говорить про контрактное производство, то это и наличие ссылок на заказы, и клиентов, владельцев. Отдельно можно добавить, что в ряды обмениваемых справочников добавляются производственные цеха, производственные машины. И зачастую при настройке интеграции на складах, кстати, можно добавить, необходимо связать между собой два объекта разного типа. Это могут быть и производственные машины, и контрагент ВМС, но и могут быть и другие объекты. Например, если мы говорим о поступлении на склад, то для ВМС, какое бы у поступлений не был источник, используется один набор документов. План поступлений и ожидания поступлений. То есть набор документов простой. Это очень упрощает работу для операторов системы склада, но еще и в свою очередь вот этот источник поступления, он может влиять на то, какие процессы, как эти документы будут обрабатываться на складе, то есть какие процессы влияют на обработку этих документов, как бы будет выполняться приемка на терминаль сбора данных. Для этого в ВМС как раз таки есть понятие тип поступления, который может определить и процесс поступления, и другие моменты. Получается, что на каждый источник поступления со стороны информационной системы производственного предприятия, а у них в их системе это могут быть и разные документы, то есть разные виды документов перемещения, заказ к поставщику, заявка на возврат и так далее. У нас соответствуют разные типы поступления на все эти документы в рамках двух стандартных документов. План поступления и ожидаемое поступление. Для этого зачастую используется для того, чтобы связать тип поступления в ВМС и документы, используемые на стороне корпоративной системы, используется регистр, называемый соответствием идентификатором. Он в целом позволяет связать между собой два идентификатора формата 1С, либо любой внешний идентификатор с конкретным объектом в ВМС-системе. То есть тот инструмент, который у нас зачастую используется для легкой интеграции между ВМС и любой не 1С-системой, также зачастую используются и приточечные настройки, обмен у нас в кодах при производстве. Если говорить про интеграцию с оборудованием, то спектр используемого оборудования в кодах при производстве большой, от весов каких-то и заканчивается сложными промышленными роботизированными решениями. Все это у нас возможно интегрировать с ВМС. Для этого также может использоваться акселот ВСС. упрощающая связь ВМС с роботизированными решениями. Да, и вот хотелось бы немножечко коснуться темы маркировки. Все больше отраслей подлежат обязательно маркировке и работе с системой Честный знак. Есть ли какое-либо решение в нашей системе касательно этого вопроса? Да, у нас в МСХ5 полностью реализована работа с серийными номерами. Для всех случаев. Случаи могут быть разными. На складах при производстве, в частности, например, первый случай – это серийные номера на складе в целом не учитываются. Когда на производстве фирма-производитель, например, заказывает серийные номера, эти серийные номера либо печатаются непосредственно на упаковке товара, либо печатаются отдельно, но никакое участие на складе не принимают, потому что товар с серийными номерами реализуется в собственных, допустим, магазинах, и непосредственно при реализации этого товара конечному покупателю серийный номер сканируется и отправляет информацию в честный знак о реализации этого товара с этим серийным номером. В данном случае склад остается не при делах. Второй случай, когда серийные номера сканируются только на выходе, то есть при поступлении готовой продукции на склад серийные номера не участвуют в обработке этих процессов на приемке, на внутренних каких-то перемещениях, на отборе, но непосредственно при отгрузке товара со склада серийные номера сканируются, то есть, например, при выполнении отбора сотруднику нужно отсканировать серийные номера, либо агрегационные номера, в MSX 5 также работают с агрегациями разного уровня, и в дальнейшем передать информацию о том, какие товары с какими серийными номерами были отгружены со складом в честный знак. Либо третий случай, когда серийные номера учитываются и на входе, и на выходе, но не учитываются непосредственно на складе, то есть, допустим, производственное предприятие находится непосредственно у склада, а где-то в отдалении, и необходимо из-за каких-то дополнительных нюансов фиксировать серийные номера, как на входе на склад, то есть, отчитаться, честный знак, то, что сейчас товар с этими серийными номерами, с кадрами агрегации, пришел, поступил к нам на склад, и в дальнейшем отчитаться, что он еще и был отгружен со склада, то есть, фиксировать серийные номера на входе и на выходе. Ну и четвертый способ, это четвертый случай, когда требуется полный использованный отчет серийных номеров на складе, они сканируются, значит, и на входе, и на выходе, и при всех перемещениях товара на складе, то есть, выполняем приемки товара, сканируем серийные номера, агрегационные номера, если есть, причем у нас в МС-X5 реализована работа как и с прямым акцептом, так и с обратным акцептом, когда либо информация о серийных номерах загружается в МС, в систему заранее, либо фиксируется в системе по факту сканирования. В дальнейшем товар размещается в хранении на складе, при выполнении и перемещении товара внутри склада также сканируется серийный номер, либо код агрегации, если мы перемещаем товар без его носителя, допустим, если мы вытаскиваем товар из поддона, перемещаем его в другое место. И также сканируются серийные номера и код агрегации при выполнении отбора, могут быть еще и при выполнении контроля отгрузки, контроля поступления. В МС-X5 помимо этого также реализована и работа дополнительных процессов с серийными номерами это формирование и расформирование кодов агрегации и их трансформация, то есть изменение внутреннего состава кодов агрегации. Таким образом, механизм, инструменты для работы с кизами в целом еще и с алкоголем, который учитывается в ЕГАИС, у нас в МС-X5 присутствует. Так, вот здесь как раз скриншот параметрических настройок использования серийных номеров акцизов киз и как эти настройки влияют на настройки моделей учета системы в МС-X5. Давай кратенько по дополнительным процессам у нас уже по времени, да. По дополнительным процессам можно выделить отдельно дополнительную маркировку и стекеровку товара, например, когда на предприятии изготавливается товар, отгружаемый сразу не только в Россию, но и, допустим, в страны СНГ, в ближнем и в зарубежье, либо в дальнем и в зарубежье, и в какой-то момент сборки товара требуется простекировать собранный товар дополнительными этикетками, которые, допустим, содержат информацию о писании товара на иностранном языке. Для этого в системе вносится новый этап обработки исходящего потока либо упаковка, либо свободное изменение состояния места хранения. Упаковка подразумевает то, что если у нас товар, товарный состав поддона при стекеровке меняется, то мы используем упаковку, это перемещение товара основного на стиле на другой, и при выполнении этого перемещения физически наклеиваются специальные этикетки на товар. Либо, если товарный состав поддона не меняется, просто по факту выполнения стекеровки сотрудник оповещает систему о том, что данное место хранения простикировано, и можно выполнять дальнейшую обработку товара по исходящему потоку. Следующий дополнительный процесс это какое-то взвешивание на входе или выходе. Это может быть как требование просто сравнить номинальный вес с каким-то фактическим местом после выполнения сборки. Либо, если мы работаем с весовым товаром, просто собрать информацию о весе особо одного товара, либо поступающего товара. То есть, все эти процессы как дополнительные могут быть автоматизированы в системе, также может быть выполнена интеграция с весами, как уже упоминалось ранее. И можно выделить также такой интересный дополнительный процесс как изменение товара, когда из одного товара получают другой. Обычно на каждом складе по-разному называют процесс, либо там трансформация, либо какая-то комплектация. По сути, процесс заключается в изменении номенклатуры на остатках. Если изменение происходит на складе, то либо товар, то либо мы выполняем задачу-пересчет, ну, зачастую выполняем задачу-пересчет, то есть, по сути, простая ненитеризация, и обычно это требуется изменить либо владельцу товара, либо характеристику. Если это разные товары с незначительными изменениями, например, один и тот же товар, ну, физически один и тот же товар, но номенклатуры разные в разных упаковках, то может быть отгружен сначала товар в производство для выполнения этих изменений, для каких-то доработок, а потом уже принят на остатки и склада уже с использованием документов отгрузки и приемки. Ну, и можно выделить такие стандартные классические процессы, как упаковка, консолидация и учет возвратной тары. Все это реализуется у нас в МС-65 по умолчанию. У меня вроде как-то все. Да, коллеги, информационная часть нашего вебинара подошла к концу. Давайте остановимся подробнее на ваших вопросах. вебинара. Спасибо за субтитры Алексею,